Просто едем за водой, у нас вырубили свет и сам Бог предел записать автообзор Всем привет, с вами Джек Бертн и это новая передача автообзор на канале Play Дальнобой Сегодня я хочу вам показать по просьбам трудящихся вот этот замечательный автомобиль Kia Rio Или в простонародье он называется у нас Снежок, потому что он белого цвета Конечно, конечно, сейчас его можно назвать не Снежок, а Говижок, потому что он весь в грязи Или грязек, или грязевик, или как-нибудь по-другому Но извините, вылизывай тачка, чтобы рассказать о ее недостатках я не буду Мы же, нам же не заплатили за этот обзор, да, если только не скинетесь за него Так вот, сегодня мы смотрим эту замечательную грязную машину Говорят, что объем этого багажника около 500 литров Но мы же не дебилы, мы же не будем заливать 500 литров воды Мы положили просто баклажок на 300 литров, и вот как раз их получилось 300 литров Сейчас мы, кстати, едем за водой Я не просто так записываю видео, мы просто едем за водой У нас вырубили свет, и сам Бог велел записать этот обзор Пойдем теперь в автомобиль Расскажу сначала о плюсах, из-за которых, в принципе, она взялась Кроме того, что нужно было списать деньги Это 1 на 4, это шестиступенчатый автомат В принципе, автомобиль экономный Я сейчас, конечно, не буду показывать его космический расход Потому что он молотил тут одно время, долго стоял Но здесь есть все, что необходимо для нищей повседневной жизни Это подогрев руля, подогрев жоп Подогрев зеркал, там кондиционер Которым она очень тяжело едет Но однако же она едет с горочки Ну и налог, самый дешевый налог Потому что ее сделали 99,6, по-моему, или сколько-то, короче, до 100 кобыл И у нее очень дешевый налог, получается И плюс к тому, что тут 6 скоростей в автомате Едет она довольно-таки ебучая Когда начинаешь обгонять с непривычки Топишь на газ, и она переключается, короче, с 6 до 3 скорости И чтобы она так не делала, приходится переходить в механику Какие проблемы у нас случились за все это время? Проехала она за два с чем-то лет 60 с лишним тысяч А именно 60 тысяч 364 километра И начала ебать мозги коробка А именно, как она начала ебать мозги? Ошибок никаких нету Просто ты вот притормаживаешь на лежачем полицейским Там или на рельсах Начинаешь разгоняться И, грубо говоря, с третьей на второй У тебя начинается провал такой Естественно, на сервисе этого ничего не видят Они считают, что у тебя охуительная машина А что ты хотел, когда она у тебя 1.4? Я хотел, чтобы она ехала нормально Как вот с завода выехала Как я с Тольятти ее гнал четко Как она перла В принципе, она едет даже 160 Шумоизоляция здесь, мягко скажем Летом неплохая, когда вы едете на летней резине А зимой, когда вы ставите шипы Это пиздец Здесь слышно все Ты едешь И всю зиму так И когда наступает лето И ты переобуваешься Хотя нормальные люди перебуваются весной Но у нас весна приходит летом И вот это у пропадает И у тебя такое чувство Какого-то ты откинулся из дур дома И пришел в нормальную жизнь Начал жить Кайфовать Либо ты оглох Короче, хер его знает Состояния такие разные бывают В этой машине Но в целом Тачка охуительная Она надежная, если не считать коробки Вообще, если все не считать Она надежная Вот видите, люди голосуют даже на остановке Наверное, они голосуют на остановке Здесь есть очень замечательные датчики Вообще, на самом деле Рассказчик из меня хуевый Потому что пробег небольшой Вот у меня, допустим, все работает А вот я ехал с таксистом У которого пробег был 350 тысяч Ой, ни хера ничего там не работало Здесь есть датчик давления шин Когда у тебя там что-то спускает Она загорается У меня несколько раз загоралось Когда перебуваешься Или едешь по трассе Вон хер рак Загорится То ли камень попал То ли еще что-то Но никогда колеса не были спущены Может они и работают Может и не работают Я не знаю Но будем считать, что работают Вот эту машину Я бы купил бэушную А не новую Потому что платить Она сейчас стала дорогая Так как у нас великий МДС поднялся до 20% И естественно цена поднялась на этот автомобиль Как и на все В этой стране Я думаю, что она не стоит своих денег Но Она пизжа отечественного автомобиля Несмотря что собирается В отечественном заводе И сравнивать такую машину с Датсуном Все равно, что кусок говна Сравнивать с конфетой Мне кажется, что это нецелесообразно Да, мы взяли С товарищем В одно время Практически Датсун И вот это вот Кио Он лампочек, наверное, штук 10 поменял А здесь еще пока ничего не перегорело Один раз лампочка вот там на стопе Сломалась Но я коробку когда запихивал Я же на ней грузы вожу Я ее выдрал нахуй Она разбилась, короче Я не мог подобрать такую лампочку Я ждал ТО, чтобы сказать им Что там сгорела лампочка Ее нужно заменить Потому что мне нечего было показывать в магазине Вот это, пожалуй, единственная сложная ситуация С которой я столкнулся Мы едем на колонку Вообще воду хотим залить на работу Но Заодно покажем, сколько литров она вмещает Я уже замерял Три соточки, по-моему, было Но сейчас у нас даже три сотки нету Мы столько не взяли воды Я за это время сделал с машиной следующую Я за это время сделал нихуя ровным счетом Но сшили мне накидку только вторую Первая была белая Она бликовала, как сволочь Невозможно было ездить Пришлось сшить черную Но белую замотали Теперь кто-то другой мучается Кайфует, да Я хотел сказать именно это Субтитры сделал DimaTorzok Но в принципе, ребята Я вас наебал Оказывается Влезло всего лишь 255 литров Но я просто не стал заливать сверху Вот Но больше бутылок не было И накидал я их так на похуй Так что В принципе Достойно Ну и вес, естественно, прибавилось Как пять джок Сейчас расход будет литров 20 Поехали Если двери закрылись нормально То во время движения Они сами закрываются Это офигенный плюс Я сначала не понял Может рукой я нажал Ногой Или там еще чем-то Но оказывается Это небольшая фишечка В целом Машина намного умнее Чем допустим Была предыдущая Киев Рио Вот Здесь, если ты забудешь Выключить фары Или свет в салоне Закроешь машину И уйдешь Оно сама выключится Представляете Это уровень Довольно-таки Неговенного автомобиля Я просто вспоминаю Как я Забывал выключить фары А по утру У меня аккумулятор Сейчас это очень шикарно Не нужно никого ругать То, что кто-то забыл Выключить свет В салоне Или на улице Некоторые Могут смело сказать Мне Естественно Только в интернете То, что Объем измеряется В литрах Ширина Умножить на высоту И как там В геометрии Но мы же не на уроке Геометрии Воськи Как скажут Некоторые дебилы Которые не умеют писать По-русски В комментариях Я же не на уроке Русского языка Я Не на уроке На каком-то Не на уроке Поэтому мы измеряем объем В бутылках И запомните Все объемы Измеряйте в бутылках Не вздумайте Заливать Из шлангов В багажник воду Иначе вы Просто охуеете Если у вас Будет 500 литров воды В машине Вы наверняка Охуеете Ребята Обратите внимание Как нежно Клацает поворотик Так 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 Не как в тазу А Очень нежно Внимание Как разгоняет Этот автомобиль Вообще Замечу Одну вещь Некоторые говорят Что 1 на 4 Мало Но я человек Уже старый В годах Уже Хвост отваливается Как говорится И вся прочая Херня Я не вижу Смысла гонять Кроме того Что я постарел Я стал Очень расчетлив И жаден Мне стало Жалко Заправлять ее Бензином Я конечно Не разбавляю его Мочой Иногда Когда хотелось бы Но Я предпочитаю Экономить Тихонечко Едешь На оборотах Не разгоняешься Не спешишь Никуда Экономишь топливо По трассе Кстати Мы опускали расход До 4,5 литров Правда Это было вдвоем И в метель Когда ехали 80 км в час Но однако Факт есть факт В принципе Когда ты едешь Километров 100 130 Так вот 120 И на больших оборотах Сильно не топя Если кого-то Обгоняешь Там Нежно Так скажем То машина Не расходует Даже в городе В городе Я опускал расход До 6 литров Но Я стараюсь Не заморачиваться Там пару литров Вкуснее Жрет Она и жрет Иногда сам Там где-то Что-то возьмешь Себе похавать Лишнего Для объема Жира Вот так же и автомобиль На этом чудо автомобиля Он у нас Используется Как грузовик Мы возим баннер Трехметровый Он из багажника Торчит совсем чуть-чуть Благо что здесь автомат И когда я включаю передачу Кладу сверху баннер Баннер упирается Вот сюда Прям Я включаю его Кладу сюда копыта И еду Я не могу Клацать передачи здесь Не могу включить Там первая Вторая Автомат В этом плане Выручает Бак Бак 55 литров Мне хватает Прям впритык Доехать почти до Москвы Но я правда В Рязани заправляюсь Я не люблю ездить на парах Как здесь Мы заезжаем на башнефти Какой-то долбоеб Едет назад Смотри куда ты едешь Придурок Тупой Блядь Че он нахуй Ты сигналишь Блядь Осел Не прав Сука Еще сигналит Долбоеб Все что ли Такие долбоебы Неправые Которые обязательно Должны Блядь В ответ Посигналить А сейчас Мы будем заправлять Этот шикарный автомобиль Я думаю На пятихаточку мы зальем Заправляюсь я Исключительно На башнефти Во-первых Здесь скидки А во-вторых Хана по пути Чтобы Открыть бичок Чтобы открыть бичок Нужно нажать Вот эту книпку Оп Дергаем эту Кнопочку Так Ну че Ау В смысле А мы телефоном Разве пользуемся Нет Это гоупро Телефоном Мы будем пользоваться Сейчас Да Мы обзор снимаем Ну вот мы и заправились Как вы видите В нашей шикарной стране Люди боятся Когда их записывают На видео Не знаю правда Почему Мне вот лично Похуй Может быть Потому что Я так много Не спиздил Или не спиздил Вообще Конечно Я отхуесосил Эту машину Но Все это зря В целом Машина неплохая Вот эта все мелочевка Которая здесь выскакивает Возможно Что она выскочила Только у меня И у вас ее Естественно не будет А может быть У вас и вообще Этого автомобиля не будет Не знаю Пока мне нравится Пока она едет Не подъебывает Она еще на гарантии Несмотря на то Что ебет мозги коробка Ну если она где-то Корчнет на трассе Есть халявный эвакуатор По карте их помощи Они ее возьмут Утащат Сервис И сделают Короче Все компенсируют Наверное Но это не точно Вот заезжаем В наше волчье логово Ну вот ребята Такой получился обзор Хороший он Или плохой Решать вам Подписывайтесь На наш канал Вот здесь вот Ссылочка в описании Будет Внизу Ну и на меня В инстаграме Я там помимо этих роликов Записываю еще Всякую хренотень Которая возможно Вам понравится Но опять таки Это не точно Продолжение следует...